Теперь посмотрим, что из себя представляет терминал. Найти его можно в меню «Приложения», «Стандартные». Запустив его, вы увидите примерно такое окошечко, так называемую консоль. Это и есть терминал. Он создан для того, чтобы выполнять текстовые команды. Набирать такие команды с клавиатуры посимвольно немного неудобно, поэтому давайте сразу разберемся с основами управления терминалом. Начнем с копирования вставки. Стандартные сочетания клавиш Ctrl плюс C и Ctrl плюс V в терминале не работают. Вместо них используется пара Ctrl плюс Insert с Shift плюс Insert или же сочетание с Shift. Ctrl плюс Shift плюс C для копирования и Ctrl плюс Shift плюс V для вставки. Что ж, теперь понятно, как целиком копировать команды из руководств. Теперь попробуйте выполнить команду из блокнота на рабочем столе. Для этого нужно открыть текстовый файл с командой, выделить ее, нажать нужную комбинацию горячих клавиш или правой клавишей мыши скопировать команду, перейти в окно терминала, вставить команду и нажать клавишу Enter, тем самым подтвердив выполнение. Данная команда выдает нам имя сборки дистрибутива. Однако, обычно все-таки команды приходится набирать вручную, а не вставлять откуда-то. И вот тут на помощь приходит великолепное свойство терминала, называемое автодополнением. Наберите в терминале символы APTI, а потом нажмите клавишу Tab. Терминал автоматически дополнит за вас команду. Кстати, Aptitude — это основная консольная утилита управления установкой и удалением приложений, но об этом после. А теперь попробуйте набрать только APT и нажать Tab. Ничего не происходит. А теперь нажмите Tab два раза подряд. Видите, терминал выдал вам список всех команд, начинающихся с APT.